Дорогие братья, продолжим читать книгу Ясное разъяснение пути праведных предшественников Вопросе справления, вопросе воспитания И на предыдущем уроке мы дошли до 27 правила Которое говорит о том, что Ахлю сунна вальджама предостерегает от пути сторонников нововведений Ахлю бидо, которые порочат ученых, следующих по пути, праведных предшественников Обвиняя их в грубости и строгости Всевышний Аллах сказал Они чуть бы не отклонили тебя от того, что мы не спасали тебя в откровении Дабы ты выдумал про нас нечто другое Вот тогда ты стал бы их возлюбленным То есть когда люди отклонившиеся, когда люди заблудшие говорят то, что не соответствует шариату То, что противоречит доводу Не нужно им потакать Не нужно идти им на их поводу Потому что последствием этого будет то, что сам человек отклонится И не будет этого ощущать Как об этом сказал Всевышний Аллах То есть они, заблудшие, хотят отклонить тебя так же, как и откланились сами И эта практика, она повторяется со времен пророка саллаху али вассалам до наших дней Заблудшие люди проукрашают свое заблуждение И хотят, что люди, которые следуют правым путем, тоже последовали за ними И если человек будет так поступать, он отклонится И тогда только они будут им довольны Когда он будет такой же заблудший, как и он сам Как и они сами Поэтому не подобает верующему, который понял довод Который понял акиду правильным образом Чтобы он давал послабление в вопросах религии Лау хараджу фикум ма задуكم илла хабала Валя авдау хилалакум байгунакум альфитна Ва фикум самауна лахум в Аллаху алимун биззалимин Если бы вы выступили в поход вместе с вами Если бы они выступили в поход вместе с вами То они не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка Торопливо ходили бы между вами и сеяли между вами смуту Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним Аллах знает беззаконников То есть, когда смешаются люди истины и люди лжи И люди лжи будут находиться рядом Не оставив свое отклонение, не оставив свою ложь Они не будут приносить никакой пользы мусульманам Они лишь будут сеять смуту Они лишь будут раздор и беспорядок сеять в роды мусульман Поэтому запрещено смешивать истину с ложью и людей истины с нововведенцами Только лишь в том случае, если человек оставил свою ложь, оставил свое ношество И объединение может быть только лишь на чем-либо, на чем-то одном Аяты Кур'ан и Сунна, то на чем были родные предшественники Ашихата عليكم Они скупы по отношению к вам Когда ими овладевает страх, ты видишь, как они смотрят на тебя Их глаза вращаются, словно у того, кто теряет сознание перед смертью Когда же страх проходит, они обижают вас острыми языками, скупясь на добро Они не уверовали И Аллах сделал тщетными их деяния Это для Аллаха было легко То есть, больные сердца, они проявляются все равно И когда необходимо проявить стойкость, они не проявляют стойкость Когда необходимо удержать свой язык, они не удерживают свой язык И начинают сеять фитну и раздор среди мусульман Поэтому, в первую очередь, мы должны заботиться о своих сердцах Дабы не быть подобными этим людям А во вторую очередь, не смешиваться с подобными людьми Потому что это болезнь, это зараза, которая переходит, передается Далее Всевышний сказал Аллах знает, что у них в сердцах Поэтому отвернись от них Но увешивай их И говори им наедине убедительные слова То есть, когда человек выдумывает новшество в религии Аллаха Говорит то, чего нет в шариате Человеку надлежит сторонница этого человека Потому что это болезнь, которая может передаться И охватить сердце верующего человека Однако, не просто отвернись А также, то есть, не разрывай полностью контакт Если ты можешь быть причиной его исправления Если ты можешь быть причиной его наставления То будь Увешивай его То есть, доводи на него довод Призывай его мудро, мягко, наилучшим образом И далее Всевышний Аллах говорит И говори им наедине убедительные слова Обратите внимание, что Всевышний Аллах повелевает Делать увешивание наедине Потому что оно более продуктивно По отношению к человеку Нежели чем это делать прилюдно Потому что если увешивать человека прилюдно То маловероятно, что он это примет Должным образом и исправится Это будет не увешивание, а унижение и пронижение человека И тогда у него будет ответная реакция Что он будет защищаться Поэтому Лучшая насыха Это то, которое делается наедине Так как оно более продуктивно Более результативно Когда ты человеком говоришь искренне Доносишь до него И твоя цель, чтобы он исправился Не чтобы принизить его Не чтобы указать, что он такой заблудший и отклонившийся Порицается публично только в том случае Если человек публично совершает грех То есть когда он так же не стесняется людей И совершает грехи И призывает грехам Тогда публично можно его порицать Но в своей основе В своей основе Увешивание необходимо делать Наедине Шейх Улиссам Ибн Таймия Рахима Аллах Сказал своим оппонентам Относительно этой темы Шейх Улиссам Высказал Прекрасные слова Сказал Вы говорите о необходимости Использования мягких слов Хотя вы знаете Что я чаще всего их использую Как мы знаем У Шейх Улиссама Рахима Аллах Было очень много оппонентов Которые порицали его Которые не любили его Почему? Потому что он сам Говорил об ошибках всех этих групп Которые были в его время Различных сект И его книги Которые сегодня сохранились Они свидетельствуют об этом Что он Большую часть своих книг Посвятил Опровержению заблудчих идеологий Отклонившихся сект И он сказал им Как бы обращаясь к ним Вы говорите мне О необходимости Использования мягких слов Хотя вы знаете Обратите внимание Вы сами же знаете Зачем вы Делать так Как будто вы не знаете этого Что я чаще всего Эти слова использую То есть я не оскорбляю Я не принижаю Я лишь доношу Стараюсь Максимально мягким образом И вы это знаете Говорит он Но каждая вещь Хороша в своем месте То есть иногда Шейху Истан То есть дает знать Что необходимо Делать порицание И опровержение И строгим образом тоже Каждая вещь Хороша в своем месте То есть мягкость Хороша в его месте Строгость хороша В его месте Одинаково Везде быть например Мягким Это не является правильным И так же Одинаково быть строгим Во всех случаях Тоже не является правильным Всему свое время Всему свое место Всевышний Аллах И его посланник Саллаху Алию Ва Салям Приказали проявлять Строгость К человеку Который посягает На книгу Аллаха И сунну посланника Саллаху Алию Ва Салям Посягает То есть наговаривает Искажает Лишает Смыслов Нам приказано Опровергать То что они говорят Нам не приказано Обращаться К таким людям Что лучше Всевышний Аллах Сказал Не слабейте И не печальтесь В то время Как вы будете На высоте Если вы действительно Являетесь верующими Тот кто верует Находится на высоте Как сказано В этом благородном Аяте Всевышний Аллах Говорит Могущество Принадлежит Аллаху Его посланнику И верующим Те которые Враждует с Аллахом И его посланником Окажутся в числе Самых униженных Аллах предписал Победу непременно Одержим я И мои посланники Всевышний Аллах Непременно Выполнит Своё обещание Кем бы Ни были Эти люди Также Обязательно Следует Знать Что и разум И религия Запрещают Требовать Довольства Людей По двум причинам Во первых Это невозможно Как сказал Имам Аш-Шафи Рахмахулла Довольство Людей Это цель Которую Невозможно Достичь Поэтому Стремись К тому Что исправит Тебя Придерживайся Этого И не беспокойся Не беспокой себя Чем-либо Иным Во вторых Нам приказано Искать довольство Всевышнего Аллаха И его посланника Саваллаху Алейхи Вассалям То есть Во-первых Ты не сможешь Никогда достичь Довольства Всех людей Во-вторых Нам это И не приказано Нам приказано Искать довольство Всевышнего Аллаха Субханаху Всевышний Аллах Сказал Но для них Было бы лучше Угождать Аллаху И его посланнику Мы должны бояться Только Всевышнего Аллаха И никого Кроме него Всевышний Аллах Сказал Не бойтесь их А бойтесь меня Если вы являетесь верующими Не бойтесь же людей А бойтесь меня То есть Аллах Всевышний В многочисленных аятах Повелевает Бояться его И бойтесь меня Одного Говорит Всевышний Аллах Что говорит о том Что Это Является Основой И это Что необходимо Придерживаться верующему Искать только довольство Аллаха И бояться только его Не искать довольство людей Не ждать от них похвалы Не думать Что они подумают Что они скажут Первостепенно Должно быть довольство Аллаха Если Аллах Будет довольным Что тебе еще нужно И этого достаточно Этого предостаточно И Аллах Сделает так Что и люди Будут тобой довольны Аллах Управляет сердцами людей Поэтому Необходимо Следовать доводу Тому Что повелел Аллах И его посланник Саллаху Али-Ассалям Поэтому мы должны Бояться Всевышнего Аллаха Продолжает Чайху Ислям Мы должны Бояться его В отношениях С людьми Не должны Притеснять Их Ни сердцами Ни органами Но мы должны Оставлять то Что Мы оставлять Должны то Что Приказал Оставлять Аллах И его посланник Саллаху Али-Ассалям Из-за страха Перед Тот получит Довольство Аллаха И довольство Людей То есть Тот Кто ищет Довольство Людей Он может Найти их Какого-то Расположения Но в итоге Аллах Сделает так Что они же Сами будут Его порицать Они же Сами будут Его ненавидеть Потому что Как уже было сказано Сердцами Управляет Аллах Субхану Аталя Верующий Человек Должен Стремиться Только К тому Чтобы Заслужить Довольство Всевышнего Аллаха И избежать Его гнева Нет сил И мощи Кроме Как с Аллахом Субхану Аталя Также Шейх Ислам Ибн Тайми Рахмала Сказал Также И опровержение Приверженцев Нововведения Если Человек Опровергая Их Не имеет Указать творением На прямой путь Проявить К людям Милость То его действие Не будет Праведным То есть Когда мы Простерегаем Отношенности Когда Указываем На ошибочность Нововведенцев Намерение Не должно быть Возвыситься Над людьми Сказать Какой я знающий Какие они Не знающие Намерение Не должно быть Сказать Что вокруг себя Собрать Как можно Больше людей Не для этого Разъяснить Истину нужно Указать Творением На прямой путь Проявить Людям Милость Вот это То что Должно Присутствовать Намерение Чтобы люди Следовали Прямым путем Искренне Желая им Блага Даже если Тебя люди Знать не будут Даже если Люди Тебя хвалить Не будут Это Тебя не должно Волновать Главное Чтобы люди Узнали Главное Чтобы люди Последовали Прямым путем И спаслись Это был Путь Пророка Мухаммада И всех Остальных Пророков И если Ты хочешь Быть Из числа Следующим Пути Пророка Саллаху Алейху Ассалям То тебе Также Необходимо Подражать Ему Как сказал Нух Алейху Я всякий раз Призывал Их Для чего Для того Чтобы ты Простил Их О Аллах Вот это Должна быть Цель Задача Призывающего Человек Должен быть Строгим В порицании Нововведения И грехов Но целью Его должно Быть Разъяснение Порчи Исходящей От этих Грехов Дабы Рабы Аллаха Остерегались Этого Можно Даже Байкотировать Человека Чтобы он Прекратил И дабы Другие люди Остерегались Подать Подобное Но все Это Делается Как милость К приверженцам Нововведений Поэтому Говорится Ахлю сунна Хайру Нас Лин нас Ахлю сунна Это лучшие Люди Для людей То есть Лучшие люди Которые желают Всем остальным Людям Тоже Благо Это Даже Байкотированные Она говорит Как милость К приверженцам Нововведений Это не делается Для того Чтобы отомстить И успокоить Свою душу Например Пророк Саллаху Алейхи Ассалям Объявил Байкот Трем сподвижникам Трем сподвижникам Которые Остались Позади И не вышли В поход На Табук При этом Были и другие Люди Которые Не вышли В этот Поход Но они Табук Но при этом Не принимают Довод Которые Не знал Не знал Как Слышат Слышат Обещал Один Довод Сожаления Об упущенном По отношению К Всевышнему Аллаху Им И Знать Что Тот Кто Отвергает Довод И не следует Ему До кого Дошел Довод И он Продолжает Усердствовать В своем Множестве Он Относится К числу Навведенцев А тот Кто Проявляет Невежество И когда До него Доходит Довод Он Принимает Ему То Этот Человек Из числа Тех Которые Заслуживают То Что мы Относились К нему Наилучшим Образом Поэтому Просим Путем Даровать Правильное Понимание Его Религии Простить Нам Наши Грехи И упущения Большие И малые Явные И скрытые Просим Аллаха Дать Нам Успех В совершении Благих Поступков Просим Всевышнего Аллаха Даровать Нам Терпение И стойкость На Его Религии Сделать Нас Из числа Его Благодарных Рабов Просим Аллах Сделать Оставшиеся Наши Дни Лучше Чем Предыдущие Умертвить Нас Благим Концом И вести В рай Без расчета И наказания Амин Субханах Аллах Бхамдик Ашхаду Аллах Илях Иля Ант Астах Фрукава Туб Валек Бхамдик